здравствуйте дорогие друзья знаете я думал что сегодня обычно воскресенье майса я сегодня расскажу майсу близко песок я расскажу майсу песок у но есть еще одно завтра будет рожкодыш великого месяца сила то вы простите не сам и написано что многие мудрецы говорили о том что освобождение будет не сами для этого нужна только сила духа я расскажу о раве зильбере я расскажу там может я немножко там своими словами что-то перепутаю о песок и которые отмечали великие люди в сталинских лагерях когда люди умирали с голоду они никогда в жизни не притрагивались ни к чему не кошерному это было не просто сложно это было великий подвиг и перед нами у которых магазины открыты можно кушать не кушать как станет вопрос соблюдать песок или нет надо вспомнить этот рассказ было примерно так это был пятьдесят третий год знаменитый начались еврейские все эти гонения все чувствовали что вот-вот над стороной висит и наступает песок а песок праздник весенний перестали топить топили только у них немного был такой извертый истопник у него который даже пройти не давал и зильбер думает так я он продавал сухари я начал него потихонечку продать с дальним прицелом один куплю второй сухарик сухарик не нужны были но когда он топил я пришел ему и попробовал что немножко показал ему мацу рассказал и свободно заходил к нему варил ему нужно было где-то сварить и в этом блоке топили до конца пейсах это единственное место было и так как я рассказывал лица рава зильбера так как я не раз ходил перед субботой по людям договариваться насчет воды то появилось много знакомых том числе среди уголовников и научился он их песням там на языку и он услышался что они попросят своли сырую картошку потому что посылки политическим практически не 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 предлагались если даты очень редкие и вот каждый день пять утра я приходил чистил картошку всех шесть выгоняли на работу надо было за час успеть сварить то есть куда дикая работа с шести утра в пять вставал без соли ели картошка но тем не менее заключенные держались тоже если успел зильбер сварить картошку ели вместе с ним держались есть несколько человек если некоторые уходили в столовую он просил и не есть и кашу пожалуйста продержитесь не на картошке а это ну которых ничего не было кроме каши и держались держались вот первый день пейсера стоим варя картошку смотрю чтобы никто до нее не дотронулся тут два мурда варят кашу вдруг один мурда стыр ложку все будет мою кашу наоборот схож со своей каши в картошечку мою вкладываю где ответ картошки варю теперь по закону если кошер и три фаре вместе рядом варится ничего да но но что делать теперь и степикал вслуху подумал шурхана рух все-таки принял решение по которым другим не говорил что можно есть эту картошку немножко воды немножко мацы и вот так день за днем лет назад я не могу поверить что это было и что все остались целые целый день не искал картошку к одному к другому вот нашел сварил все уже последние дни несу горшок весна началась подскользнулся упал все вывалилась на затоптанный снег достало чистил положил молчу думаю говорить не буду наступает последний день 8 пейсера все кроме крошки масли ничего нету один там айзи говорит я не могу больше в израиле уже едят лет давай я могу знаешь давай еще один день уголу тебя обязан я не могу я падаю я хочу поесть хлебом этот я увидел говорит зимбер что передо мной человек ему тяжело я ему говорю слушай и скоро поминальная молитва ты же прочитаешь про своих родителей да а если если ты уже не можешь читать таким дартом то ведь ладно подожду прочту и скоро ждем читаем и скоро подходят другие среди них один неприятный тип говорит его отец и мать просили чтобы после смерти он даже не стал картошком работник сдавал свои он тоже просит прочесть и скоро я спросить спасили у меня можно или нет я потом думаю да все-таки каждый человек он говорит друг селедку сливочное масло можно кушать я в руках и конечно можно здесь он хотя получил из дома посылку тут подошел еще один значит говорит снимают антисемитские плакаты вместе знали плакаты значит в росте и выпустили никто же не знал ничего в талмуде сказано что освобождение обычно приходит к евреям не саде не сам это месяц выхода из египта это время поражения врагов еврейского народа и в общем-то ладар тоже хороший в этом плане кстати сталинградская битва закончилась в русском даже да и вот они ели картошку за его не сливочность заедали следующим маслом это вообще первый раз в жизни такое в лагере гуляли по лагерю там не было мерзких плакатов тут не говорит подошел ко мне интернационалист такой володька епштейн атеист интернационалист сказал что все изменилось другими он сам стал другим и даже под согласался получать мацу вместе от ее в лагерь отправляли мест на печенечек и он сказал что еще есть банка варенья которая получила дает варить жан жертвует банку варенья тем кто не ел хлеб мацу вот так вот люди выжили пейсах вот так вот надо нам задуматься о том что нам которые могут это все свободно когда магазины забиты всем можно прийти всегда найти кошерные продукты и тем не менее мы с вами не хватает у нас не совести не не мужества про этот великий праздник отмечать подумайте об этом давайте встретим этот песок так как положено с этим рожходыш месяца не сам как положено и посмотрим куда денутся наши враги бракавы от слаха вещества вещества вещества